Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас поход на рыбалку по живописным местам, покажу вам земли жигулей, отдохнем, попробуем порыбачить, пока катаемся на лодочке, я сегодня не один, а со своей собакой, брат, брат, поздоровайся, брат, поздоровайся, скажи, всем привет, братуха, ободранный весь, я имею ввиду шерсти мало, я его чешу в репехах каждый день. В общем, стартует наш поход сегодня с живописного места под названием Молодецкий курган в селе Жигули, место посещается туристами многократно, ежедневно. Вот такая красота, такие горы, давайте я сейчас уйду за кадр. Это Куйбышевское водохранилище, на той стороне город Тольятти, я не знаю, километров 15-17 по воде, все остальное это у нас такое вот Куйбышевское море. Напротив меня гора Лепешка, брат, норовиться, выпрыгнуть нельзя, место. Немецкая собака. Вон гора у нас Молодецкий курган, здесь где-то Девья гора, в общем, тут много всяких гор, у них есть имена. Такая красота, вот там вот село Жигули в Затоне. Также здесь проходит Захаровский фестиваль. Захаровский, потому что он назван в честь молодого человека по фамилии Захаров, то есть в 60-х годах. Здесь, на территории Молодецкого кургана, разыгралась трагедия, погибло много молодых ребят, то есть они пошли, это был первый, их единственный и последний поход. Здесь вода довольно-таки буйная, здесь всегда ветер к скале, скалы отвесные, то есть они, ну так вкратце расскажу, они пришли в поход, их было очень много, они были на весельных ладьях таких деревянных. Они стали на горе Лепешка, то есть там отстоял у них лагерь, они переночевали, и уже, ну, выходные пробыли, я так понял, и уже засобирались домой, в сторону Тольятти. И их настигла буря, то есть шторм, ураган был, Захаров дал команду всем вернуться в лагерь, на гору Лепешка. Кто-то успел вернуться, кого-то снесло к Молодецкому кургану, и люди начали терпеть крушение. Захаров с своими ребятами пошли на помощь, и они, их не лодки разбило о скалы, то есть, а, их не лодки там не разбило о скалы, их начало захлестывать водой, они утонули. Ребята просто не смогли залезть на скалы, то есть пытались им помогали, веревками пытались их затаскивать. Но так как очень много были в воде, находились, это все шторм, ну, упадок сил, и просто люди погибли. Сам Захаров погиб, ребята, там памятник им стоит, и молодежь по весне здесь собирается на гитарах, то есть ставит сцену, поют песни, мы в этом году ходили к ним туда. Поют песни с палатками, то есть, так, отдают такую память, дань ребятам молодым, которые погибли. В общем, так, сейчас будем двигаться, и я буду рассказывать о территории Жигулей, все, что знаю. Брат, ты готов путешествовать? Конечно, скажи, готов. Сейчас подойдем с вами к молодецкому кургану и посмотрим на эту красоту со стороны воды. Вот он, молодецкий курган. Глубины здесь серьезные, как вы можете видеть, 27, говорят, здесь до 42 метров глубина под молодецким курганом. Вот так, вот здесь вот она, трагедия, и разыгрывалась с захаровскими туристами. Сами видите, ответственные скалы. Забраться сюда, ну, нереально. Плюс еще шторм. Волны также серьезные, потому что воды много, водохранилище серьезное. И просто волной, волной их забивало туда, набрало в лодке воды, лодки утонули, естественно, люди остались, пытались схвататься за скалы. Там сверху их пытались затянуть, но кого-то затянули, кого-то не успели. В общем, вот так, ребят. Ну, не одна такая трагедия здесь разыгрывалась за эти годы уже. Говорят, здесь и яхту разбило об эти скалы волной сильно. То есть, народ катается. Здесь довольно-таки людно. Там гору посещают также люди. Видите, там ходят. Если близко, рядом с жигулями, рекомендую посетить живописные места. Красивые фотографии получаются на фоне этих гор. Горы также, как говорится, намоленные. Здесь еще это пристеньки разенние. Эти горы действовали, как вот они встречали. То есть, это как смотровая была. Они смотрели, встречали флот какой-то, кто нападали на него. Воевали с ними и все такое. Дальше мы с вами двигаемся. Брат, куда мы двигаемся? Правильно, на вход в Усу. То есть, там вход в Усу. Здесь ветрено довольно-таки. Скорее всего, микрофон придется давить шум. Опять голос будет, как у робота. Вот гора лепешка. Вот они с нее тронулись и пошли на Тольятти. Ветрь здесь всегда сюда, в гору бьет. И где-то с середины начался опять ветер, шторм. И Захаров приказал вернуться всем в лагерь. Ну, кто-то успел вернуться, а кто-то не успел, ребят. Ну, вот такая вот стихия здесь. Такая красота. Волга цветет. Ну, Куйбышевское водохранилище, оно цветет сильно. Это не Саратовское водохранилище. Саратовское водохранилище. Посветлее вода. Здесь хорошие рыбалки. Здесь очень много судака крупного, очень крупного, окуня много. Когда гэс не было, вот там дальше были острова. Эти острова сейчас затопило, то есть они в деревьях были. Там вот я зимой с камеры ходил. Очень перспективные места. Там 6-7 метров, 12 метров. И прям пни высокие торчат. Вот среди пни ходит судак. Вот такая красота. Давайте сейчас мы с вами двигаемся в сторону горы Лепешка. Там остановимся, ее посмотрим. Вход в Усу посмотрим. И дальше уже поедем и будем искать себе ночлег. Ну, место для стоянки, для рыбалки. Наше сегодня с вами, наше путешествие сегодня с вами больше, в частности, будет по Усе. Да, брат? Брат, по Усе будем путешествовать? Братушка, у них ты мой зайчик. Да, брат? Глубина 27 метров. Мы от берега. Ну, метров 70-80. Вот так вот. Люди там что-то рыбачат еще. Что-то поднимают. Ладно, поехали. Добрались мы до гора Лепешка. Вот она у нас. Видите? То есть она лысая такая гора. Есть чуть-чуть растительности. В общем, стояли они у подножия горы Лепешка. Скорее всего, где-то вот здесь, наверное. Ну, тут тихая такая заводь. Здесь уже какие-то постройки. Здесь, скорее всего, то база. Вот они арендовали этот пляж. И, видать, он у них такой просто полузакрытый. То есть только отдыхающие сюда приходят. Ну, либо на лодке можно подойти. Скорее всего, подойдешь, тебя попросят. Ну, не знаю, я, ребят, говорить ничего не буду. В общем, вот она. Жигулевская красота. Жигулевские горы. Вернемся к Молодецкому кургану. Вот так вот. Вот там вот где-то все есть эти маршруты по горам. Гору Молодецкий курган. За гору Лепешка вход в Усу. Это один из крупных притоков реки Волга. Пойдемте. Нас там ждут. Красивые места. Вот он, вход в Усу. Все так красиво, живописно. Вот она Уса, матушка. Кормилица. По берегам очень много сел. И все кормятся с Усы. Рыба. Вернее, это уже выход Усы в Волгу. Потому что вообще запланировано у меня было стартануть с Устья Усы. То есть уехать на машине туда, чтобы меня жена отвезла. С Устья стартануть. И уже двигаться сюда, на выход, на Волгу. У меня 3-4 так вот. Но, к сожалению, у меня сейчас времени столько нету. Всего лишь только выходные. Нужно ехать работать. А так, ну мы в любом случае еще реализуем этот план обязательно. Пойдем с Устья в Усы. Будем рыбачить, останавливаться. А сейчас, ну, углубимся, конечно, мы в Усу. Основные красоты мы ее пройдем. Следующая остановка у нас уже будет по эту сторону берега. Вот по эту каменистую. Богатырская Слобода. Я вам покажу. Там живет население. Несколько семей их. Они живут по древнерусским обрядам. То есть у них древнерусские одежды. К ним также приходят очень много людей. Как экскурсии они проводят. Но они живут там постоянно. У них там такая старорусская ладья стоят. Они туристов на ней катают. Они устраивают бои на мечах. То есть люди живут полностью по древнерусскому складу. Они даже к нам в магазин, когда приходят. Вот они вот в этих платьях таких старорусских. Помните? Как в фильмах показывают. Ну, поехали. Я вам покажу, что можно будет видно с воды. Я вам покажу. Так, ну, чтобы все это увидеть вживую. Нужно к ним прийти. Там, по-моему, ход порядка 500 рублей, наверное. Я не знаю. 400 был в том году. В этом году, наверное, доллар поднялся. У старорусских тоже, наверное, все поднялось. Ладно, ребят, шутки шутками. Поехали. Потому что уже как бы дело к вечеру. А нам еще лагерь ставить. Хоть и палатка у нас скоростная. Очень быстро ставится. Но, тем не менее, поставить лагерь. Все вещи раскидать. Удилища забросить. Плюс еще нужно место найти такое с ямкой. Кстати, какая здесь глубина? Глубина здесь 23 метра. На входе в усу 23 метра. Также здесь очень хорошие зимние рыбалки. Люди приходят. Вот здесь на устье. Вот прям во вход. Ну, или выход. Я уже запутался. Усы. Вот тоже хорошие рыбалки здесь зимой. Я сюда ходил. Ну, как-то без техники, во-первых, далеко не уйдешь. За имею технику. Обязательно буду здесь колесить и снимать, наверное, хорошие рыбалки. Если получится, конечно. Плавное громадье. Но, блин, все, не успеешь. Поехали, брат. Хайдюх. Жалко я тебя со старшером не взял. Ну, ладно. И это хорошо. Брату в нос заехать, да? Брат. Водичка идет. Все шикарно. Двигаемся не спеша. Спешить нам некуда. Бензина. Запас я взял. Полный бак и резерв 10 литров. В принципе, уйдем, наверное, на все. А вернемся на 10. Но как-то так. Кстати, в Усе вода почище, чем водохранилище. И не так пахнет. Цивилизация и древность. Вот такой вам натюрмор. Когда-то здесь торчала башка спаниеля. Теперь башка Драдхара. Привыкайте. Там муравейник из бетона. А здесь крутишь и аж дух захватывает. Крутишь головой, я имею в виду. Красиво пошел. Так, а вот у нас богатырская слобода. То есть, это их не дом. Их дом. А вот их флот. Две галеры такие. На весельном ходу, походу. Там еще какая-то изба. А вот тут, наверное, живет баба ешка. Видите? Смотрите, какая тишина. Кулички играет на 2-давай только. Вот-вот-вот. Просто прелесть. Просто прелесть. Хищник. Да, Лен? Коряжничек здесь шикарный. И сколько всякой птицы здесь. Ух ты! Орлан. Давайте мы их сейчас пофотографируем здесь. Смотрите, какой красавец стоит. Белохвостый орлан. Краснокнижник. Вот такие места заплыли. Дебри прям. Красавчик, покажись нам еще раз. Оводов много, правда, здесь. Видать, у него здесь гнездо. Он прям прилетел. Вот здесь шикарные места для ныряния, подвохи. Да? Ой, ой, ой. Кто это у нас тут? А кто это у нас тут? Смотрите. Ух ты, красавица. Крикоши. Молодняк. Молоднячок. Да, брат? Чувствуешь этот запах? Смотрите. Кого я вижу? Здравствуйте. Ну, как у вас дела? Молоднячок, готовы? Ах, красавы. Готовы. Готовы. Молодцы. Летайте, учитесь. Учитесь, учитесь, ребятки. Хочу с смородиной овраг до конца пройти, посмотреть. Глубина 2 метра. Вот здесь сюда сазан-то и заходит, скорее всего. И здесь не только сазан. Здесь хорошо сорожку ловят. По весне она сюда забивается. Прям такая крупная, она увесистая. Буду приезжать. 1,8 метра глубина. Дальше, наверное, не пойду. Сейчас развернусь. Там тупик в любом случае. Там кулички. Но все равно интересно. Все равно интересно. Да, брат? Тебе тоже интересно? На уточек сейчас посмотрел. Видел, как они летали? Вот так вот. Ты так не умеешь. А то ты умеешь по-другому, брат. На эту сторону я понимаю, как люди добираются. А вот как на эту сторону, мне непонятно немножечко. О, тут 3 метра. Вон там тупик. Да, там тупик уже. 1,1 метра. Красоте. Красивые местечки тут, конечно. Да, брат? Вот она, средняя Волга. К вам. Брат у нас сейчас познает новые запахи. Такой увлеченный, да, брат? Это лься, это не лься. Красотец. Протуха. Вышли мы снова на Усу. Вот такая вот Уса у нас. Тоже широкая. Там она дальше идет на сужение, на сужение, на сужение. И она вообще потом превращается в речку очень узкую, которую можно перейти пешком. Здесь Уса, смотрите, какая. Видите? Сейчас я хочу пойти на ту сторону, тем берегом все-таки он мне интересен. Этот берег я уже знаю. Он очень похожий на мой берег, он ведь каменистый. Хочу пойти тем берегом. То есть там песок, скорее всего, песчаным берегом найти уютное, красивое местечко, встать и уже отдыхать, ребят. Вот такая вот красота. Либо на крайняк вернусь с самородиной, наверное. А может быть и не вернусь. Класс. Поехали искать место уютное. Вон там вдали место, такое пологое, поле, красивое. И лесополоса какая-то есть. Вот у меня есть мысли туда вернуться, но это уже вернусь я домой. Я сейчас перейду на ту сторону Усы и посмотрю, какой там берег. Ну отсюда я вот вижу, просто солнце мне сейчас в глаза. Там отвесный песочный берег. То есть такой, тут скала отвесная, а там отвесный такой песочный. Посмотрим. Если что, сейчас тогда и правда уйдем туда на лужок, встанем там и уже будем смотреть. Да, брат? Там тебе есть где побегать, да? Перепелочек поискать. Надо тебя потренировать. На коросте встаешь же, да? На коросте расскажи, я стоечку делаю. В общем, прокатился я там несколько километров вверх по Усе. Вот такой вот берег. То есть лес отвалистый, песочный берег сразу же. И есть обустроенные вот такие вот лагеречки. То есть вот единственный я сейчас нашел, который свободен. Все остальные заняты. Народ отдыхает, сегодня пятница. Но я даже не знаю, понимаете, я сейчас здесь могу встать, но приедут собственники, ну вот кто вот это все строил и скажут, ну это наш лагерь. Я больше чем уверен, что именно так и будет. По Усе я прогулялся, сейчас я еще туда зайду. Там Уса делать небольшой изгиб, хочу посмотреть, что там дальше. Ну я примерно представляю, что там дальше. Там примерно то же самое и будет. Потом только в районе уже, забыл как село называется. Не важно, ну в районе Шигон. Уже будет пологий берег, такой лук красивый. Но это далеко мне идти. Мне наверное даже, хотя мне обратно бензина может не хватить. Вот чего. Туда хватит, назад не хватит. Как-то так. Поэтому я наверное сейчас спускаюсь ниже опять по Усе. И тот лужок, который я вам показывал, который такой классный. Я наверное стану там. Я сейчас еще до поворота прокатаюсь. Посмотрю, если берег станет более пологий, то в принципе место найти можно. Глубина здесь небольшая. В район кидания оснастки где-то 6-7 метров. 6 даже. Здесь сейчас 3 метра. 3,6. Пойду сейчас прокачусь и посмотрим. Здесь уже вода сильно цветет, неприятный запах. Такое ощущение как будто, ну реально, когда вчера Илья в воду нассал, да? Ну вот реально как будто он нассал у нее. Вот так, ребята. В эту сторону красивее. Солнышко подсвечивает. Запахи просто шикарные. Илюхины. Вот прям когда на скорости идешь. Вот видите какие деликатные. Шикарные стоярки. Берег уже такой. Можно вот здесь встать. Можно где угодно встать. То есть мы пришли вон оттуда. Вон видите вот эти вот линии электропередач ЛЭП. Вот оттуда мы пришли. Вход в Волгу. А вот она сама. Такая вот разлив. Она туда уходит куда-то. Я сейчас хочу тоже туда сходить, посмотреть. Но кстати, хочу все-таки вот там вот. Вот такой бережочек такой, знаете, вот прям смотрите. Вот он. Сейчас я вам покажу вам. Такой лужок там красивый. Поле пшеницы. Можно походить с брата поставить на перепела попробовать. Ну естественно привези, все дела. С ним погулять можно вечером. Ну здесь шикарные места. И запаха воды вот этой гнили, санины нету. Вот так вот. Пойду я сейчас вот так вот пройдусь вдоль. И тем берегом пойду, пойду, пойду. И на запланированное место пройдусь. Потому что я здесь сам первый раз. Пока даю вам такую экскурсию. И сам любую, смотрю, изучаю. Как-то так. Какой-то катер. Ну так вот здесь в принципе неплохие места. Смотрите, можно встать и дрова есть. И все. Здесь только трава высокая, конечно. Но ничего, вытопчется. Да, брат? Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот он вот так вот прошел и срезал мне он. Скорее всего. Потому что сейчас пару часов назад он плыл из протоки туда. Это он, походу. А я слышал утром так, краем уха. Лодка проходила. Мне показалось, что вдалеке оно нет. Вот он прошел как раз там, в зоне, куда я забрасывал. Вот так вот. Потихонечку начинаю уже складываться. Вещи собираю, лодку загружаю уже. Я видео с рыбалки нечаянно удалил. Я не скинул те файлы с рыбалки на компьютер и отформатировал флешку. В тот вечер, вернее ночь, с часу до 12 была поклевка сама. Был сон выужен примерно 8-10 килограмм соменок. Фотографию, конечно же, я предоставлю. Также рано утром были поклевки карася. Было выловлено два хороших карася. Таких вонских, прекрасных карася. Мы загрузились с братом. Место оставили чистым, даже еще чище. Старый газовый баллон кто-то бросил, забрали. Погода прекрасная, вот даже уезжать неохота. Я уже купался, наверное, раз в 10 сегодня. Но надо домой. На этом я свой поход заканчиваю. Вам спасибо большое за внимание. Скоро сезон охоты, а это значит, что будут выходить видосы почаще, ребят. Давайте, всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!